Что на самом деле творит витамин С? Открытие гениального ученого поражает. Какие выводы сделал Лайнус Поллинг и через что ему пришлось пройти? Об этом подробно в этом видео. Американский ученый Лайнус Поллинг отличался разносторонней деятельностью. Он считался в научных кругах гениальным биохимиком. Поллинг активно участвовал в движениях за мир, был писателем, педагогом. Благодаря научной работе по химии исследователь стал в 1954 году лауреатом Нобелевской премии. Миротворческая деятельность послужила основанием, чтобы выдающийся деятель в 1962 году получил Нобелевскую премию мира. В последнем интервью журналист спросил у Лайнуса, что будут думать о нем потомки. 92-летний химик глубоко вздохнул и с печалью в голосе произнес. Будущее поколение будет вспоминать обо мне как об изобретателе сверхвысоких доз витамина С. Поллинг был первым популяризатором аскорбиновой кислоты. Считал, что прием в больших дозах послужит в качестве профилактики простудных заболеваний. Современники по-разному относились к ученому. Одни считали его сторонником идей Пола Брега, который был пропагандистом здорового питания и любителем фитнеса. Эйнштейн высказался эмоционально, характеризуя личность Поллинга. По сути, один гений подтвердил гениальность другого ученого. История Нобелевских лауреатов не знает примера, чтобы два раза персонально награждали престижной международной премией. Обычно награду между собой несколько участников изобретения. Поллинг родом из Портленда, штата Орегон. Ученый родился 28 февраля 1901 года. Семья жила небогато. Отцу Лайнуса пришлось работать камевояжером в медицинской компании. В 1905 году средств хватило переехать в Кондон и открыть собственную аптеку. Засушливое местечко этого города стало местом, где Поллинг впервые пошел в школу. Он рано постиг технику чтения, книги стали его увлечением, привязанностью. В 1910 году семья переезжает в Портленд, и отец обращается в местную газету, просит посоветовать, что читать гениальному ребенку. Оповестив сотрудников редакции, что Библию мальчик прочел, изучил труд Дарвина «Происхождение видов». Отец Лайнуса рано умирает от тяжелой болезни, оставив жену с тремя малолетними детьми. Бедность не помешала мальчишке хорошо учиться в школе, с жадностью поглощать книги. В 1914 году, увидев, как знакомый занимается химическими опытами, Лайнус принимает решение стать химиком. С учебой в школе не все было однозначно. Мальчик перестал посещать лекции по истории Америки, решил, что самообразование будет эффективней. В результате ученику не выдали документ о среднем образовании. Свой аттестат Полинг получил через 40 лет, когда стал Нобелевским лауреатом. Юноша и без документа поступил в колледж, который считался второразрядным. Одновременно с посещением учебного заведения пришлось подрабатывать из-за болезни матери. Нужно было зарабатывать деньги на содержание сестер и лечение мамы. Полинг освоил разные рабочие профессии. Работал укладчиком асфальта, дровоколом, разносчиком молока, лаборантом. Заработки шли в семейный бюджет. Благодаря отличной учебе в колледже, юноши предложили должность преподавателя с большей зарплатой, чем он зарабатывал на колки дров и мытье пробирок. Семейные проблемы затягивали. Мать потребовала, чтобы сын после окончания колледжа продолжал работать на них. В 1922 году молодой человек женится, занимается обеспечением жены и собственных детей, решив, что свой долг перед матерью и сёстрами полностью исполнен. Впереди химика ждали великие открытия – создание современной молекулярной биологии. Какой бы научный проект ни начинал ученый, всегда успешно завершал. Произошло величайшее открытие спирали ДНК. Человек заболел, находился в постели, вертел в руках бумажный лист с написанной формулой по химии. Тетрадная страница свернулась так, чтобы научная мысль сработала в правильном направлении. Лайнуса часто спрашивали, трудно ли было открыть ДНК. Он отвечал, что от скуки сложил как нужно тетрадный листок. Мировому сообществу ученых было известно, что первооткрыватель ДНК является Поллинг. Однако, патент на открытие зарегистрировали Уотсон и Крик. Негативно повлияло на данный процесс правительства Америки из-за антиамериканских настроений во взглядах ученого, активной борьбы за мир во всем мире. Лайнус в военные годы разработал несколько видов взрывчатки. Теперь смертоносное изобретение, как тяжелая ноша, давило на совесть. Свою вину перед человечеством Поллинг пытался искупить активным противодействием военным мероприятиям в век ядерных испытаний, за что ученому отказали в выдаче заграничного паспорта. Лайнус, как невыездной гражданин, не смог явиться на лондонскую конференцию, не выступил с докладом о своем открытии. Этим обстоятельством воспользовались другие. Мнение научного сообщества не изменить, где знают о происхождении изобретений. Химику особой печали не доставили подобные неприятности. В 1954 году Поллинг получает высшую премию. Как он выразился в Нобелевском докладе, что удостоен такой чести за изучение химических связей, строение сложных молекул и объяснений в применении новой структурной химии. Ученого заинтересовали особенности здоровья людей, о чем говорят открытия касательно иммунной системы человека и способов его укрепления. Подобные исследования не помешали Поллингу тяжело заболеть. Образовалось иммунное поражение почек или гломеролонефрит. Это заболевание до сих пор не всегда излечимо. В организме происходят необратимые процессы. Почки не фильтруют мочу, нужный белок исчезает, почечные клубки поражаются. Поллинг создает собственную диету. В рацион входит пища без соли, отсутствуют в меню животные белки, в ограниченном количестве употребляет растительные вещества. Лайнус придерживался такой диеты в течение 12 лет и выздоровел. При этом Нобелевский лауреат не прекращает борьбу против войн. Ему даже удалось отчитать Кеннеди за ядерные испытания и общую привязанность к бомбам, которые могут уничтожить всё живое на планете. Находясь в отставке с 1962 года, биохимик посвящает свои исследования витаминам, выделив важность для организма аскорбиновой кислоты. В рекомендациях Поллинга приём витамина С должен увеличиваться в 200 раз, чем возмутил деятелей из медицинских кругов. Они считали, что если нет диплома врача, человек не может заниматься лечением, а высокие дозы аскорбиновой кислоты уничтожают почки. Доводы Лайнуса о своём удивительном излечении с помощью витамина С не смогли убедить медиков. Его теория признана недоказательной. Не повлияли и профилактические испытания студентов, которые в поддержку своего преподавателя принимали аскорбинку. У испытуемых снизился уровень простудных заболеваний. Когда Поллинг опубликовал труд, где доказывал, какую пользу приносит витамин С больным, поражённым онкологией, волна возмущений ещё больше усилилась. Лайнус экспериментировал над пациентами клиники, где лечили онкологию. Объектом исследований стала жизнь больных. Узнавали, кто дольше проживёт. Принимающие витамин С или лишённые в рационе данной добавки. Исследования подтвердили, что пациенты, которые принимали высокие дозы аскорбиновой кислоты, прожили до 6 лет. Без витамина – только полгода. Учёный своими исследованиями попытался доказать, что при приёме сверхвысоких доз аскорбинки укрепляется иммунная система, происходит защита сосудов от атеросклероза, осуществляется уничтожение предраковых клеток. К тому же аскорбиновая кислота принадлежит к своеобразному психическому стимулятору. Полинг со слабым здоровьем умер в 93 года. До конца своей жизни отличался здравым умом, был бодр и активен. В возрасте 91 года решил сменить сферу изысканий. В результате начинаний был создан способ по производству материалов, обладающих сверхпроводимостью, за что Лайнус получил патент. Про Полинга ходили разные слухи, что он погиб под колёсами авто, а не от сердечной недостаточности. Жизнь и смерть удивительных личностей обычно окутаны туманными домыслами. Возраст взял своё, не помогло побережье Тихого океана с райским климатом, где в последнее время жил Лайнус Полинг.